Для каждого студента вручение диплома это важное событие в жизни, которому он упорно шел несколько лет. Помимо документов об успешном окончании учебы, часть выпускников получили благодарственные письма за успехи в той или иной сфере. Полина Бройсимова вместе с красным дипломом унесла домой награду – поощрение за общественную деятельность. Я на самом деле хочу выразить благодарность всем преподавателям института за их теплые отношения, за поддержку, которую всегда от них можно получить. Хочу выразить благодарность студентам за то, что они есть, они тоже мотивируют достигать каких-то успехов. Как и многие выпускники, Полина планирует устроиться на работу в ядерный центр. Хорошим стартом для нее и других вчерашних студентов стало прохождение практики на площадках в НЕФ, где молодые люди могли принять знания и опыт у ведущих ученых нашей страны, познакомиться с оборудованием и программным обеспечением, которое используется на градообразующем предприятии. Благодаря этому выпускники СРФТИ имеют преимущество при приеме на работу. Если другим нужно, придется включаться в процесс, узнавать тонкости об устройствах вне, то вы уже здесь как рыба в воде. Поэтому зачастую выпускники Саратовского физико-технического института, они имеют более стремительный карьерный рост, они занимают более зачастую ключевые должности в Российской Федеральной Ядерной Центре. Годы учебы для многих выпускников пролетели как один миг. Для молодых людей СРФТИ стал вторым домом, который они всегда будут вспоминать с особой нежностью и теплотой. Я так рада, что я сюда попала, мне так понравилось обучаться. То есть преподаватели были замечательные, столько знаний, столько практики. СРФТИ постоянно помогал нам, отправлял нас на интересные конкурсы, олимпиады, в которых мы принимали участие неоднократно. И поэтому мне очень хочется поблагодарить этот институт. Все было очень круто, мне понравилось, классные преподаватели, классные пары, классные дипломы, как итог. Вот, все было здорово. Получением дипломов учеба для вчерашних студентов не закончилась. Чтобы достичь успехов на профессиональном поприще, учиться им предстоит всю жизнь. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.